Я уверена, что ответственная семья в первую очередь, она дает основу, она дает то, как ребенок должен вести себя в обществе, какие у него ценности. Ну, конечно, семья. Школа, конечно, тоже. Это зависит от учителя, как он найдет подход к этим ученикам своим. Они ее и любят, и все. И то, и другое совместно должны. В школе сейчас совершенно другие правила обучения идут. В основном тестирование, а семья – это все-таки главное. Родители должны книги читать, гулять, заниматься детьми и как можно меньше сидеть в интернете. Многие родители на школу ссылаются. А ты для чего? Ты мать, ты отец. От вас все идет-то. В школу ребенок ходит знания какие-то получать. И он там 4-5 часов в день проводит, а так-то семья. В семье закладываются все какие-то базы ребенка, его воспитание, его характер. Я не знаю, все хорошие качества. Там ребенок с детства объясняет, что хорошо, что плохо. Совсем отстраниться от школы не должна. Она тоже, конечно, добавляет. Кроме знаний, там, конечно, идет процесс воспитания детей. Но без семьи школа должна справиться. В семье родители закладывают основу воспитания ребенка. И вообще основу всего. Ну, я считаю, что это обоюдно все должно быть. И семья, и школа, правильно? Но больше все-таки, наверное, думаю, семья. У меня так отец учил. Семья должна любить, показывать все своим примером. А школа какие-то фундаментальные ценности тоже объяснять, показывать. В коллективе учить, адаптироваться. Ну, как можно кого-то выкинуть из этого уравнения.